адекватные русские буквы то тут причем процентов 40 с обеих сторон я считаю что ни одна сторона виновата у вас проблема через чур большое количество свобод когда по-твоему напали на украину луганской донецкой области войска россии были введены стрелков который в полковник фсб попросил почему европа тогда имеет право помогать вам ультра правые взгляды и ты вот их защищаешь да и насрать какая разница причем здесь объявляю вам войну защищайтесь тебе не кажется у тебя через чур зеленый свет возможно проблемы с камерой возможно добра украинец нет русских ты адекватный русский адекватные русские как отличить адекватного русского от неадекватного видишь у меня название кресло розе но пару букв закрашены и что это означает это означает что мне некоторые буквы моем название кресло не очень нравится последнее время буквы то тут причем символы возможно а как ты в жизни определяешь вот адекватности твоих окружающих и твоего окружения есть адекватные люди да есть много их мало процентов 40 процентов 40 то есть получается подавляющее большинство неадекватные конечно как и все в мире почему как ты думаешь какие причины неадекватности где корень зла это смотря что считать адекватным тут же философский вопрос у каждого свои рамки адекватности что ты вкладываешь понятие адекватность сегодня опять же смотря в каком контексте мы говорим об адекватности я думаю что в принципе контекст абсолютно один и тот же между нашими странами вашей стране наше станет война агрессивная война агрессивная политика россии в отношении украины что тут может быть адекватного неадекватно адекватно это когда человек адекватно оценивать ситуацию понимает что есть агрессор есть оккупант есть страна армия которая защищается вот это вся адекватная позиция раньше лакмусом был вопрос чей крым сегодня просто в целом отношение к происходящему как ты думаешь если бы у тебя была бы возможность что-то исправить но чтобы люди ну стали бы больше адекватными более адекватными чем сегодня процентное соотношение ты бы где подчинил бы там что-то как думаешь где вот это вот звено которое нужно что-то исправить которым нужно что-то исправить с обеих сторон я считаю что ни одна сторона виновата это интересно как есть сторона которая возможно виновата больше есть который возможно виновата меньше но виновата обе стороны отлично это вообще очень интересно когда мы что нужно исправить в украинской стороне в чем украинская сторона неадекватно и что нужно там исправить у вас проблема чересчур большое количество свобод если у нас противоположная проблема, то у вас вы слишком не фильтруете то, что вы говорите. Вы не боитесь затруднить чувства, и это может не нравиться. Не понял еще раз, что что? Поясни свою позицию. Вы требуете от всех, чтобы делали только так, как вы хотите. То есть украинцы требуют от всех, чтобы люди были адекватными и адекватно оценивали ситуацию. Да, вы ставите все в крайности. А это неадекватно? Неадекватно. Черное, белое. Хорошо, плохо. У вас нет серого. А разве эта война серая? Разве она не черно-белая? Нет, она не черно-белая. Почему? А что серого в этой войне? Серого в этой войне? Да. Ну, например, война на территории Донбасса. Серый момент. Что такое на территории Донбасса? Это территория Украины? Ну, на территории Украины есть территория Донбасса, если уже говорить по-твоему. Но война идет на территории Украины. Значит, Украина защищается, на нее напали. Она защищает свою территорию и вооруженные силы Украины, Российская Федерация. Давай так. Когда, по-твоему, напали на Украину? 20 февраля 2014 года. Хорошо. Что тут хорошего? Что тут хорошего? Российская Федерация в нарушении всех норм... Российская Федерация в нарушении всех норм международного законодательства. В том году напал в Донбассе, верно? Нет. Не верно. 20 февраля началась оккупация Крыма, полуострова. А потом были введены войска, в том числе и на территорию Луганской и Донецкой области. Ну да. Луганской и Донецкой области. Войска России были введены. Да, конечно. Есть одно подтверждение? Гибридное. Ну, конечно, естественно. Гибридное. Гибридное было, но не было прямого введения войск туда. Что означает? То есть поддержка оружия. То есть была поддержка оружия. Ну так это же и есть агрессия, это же агрессивные действия. Ты же можешь открыть резолюцию 72-13 Организация Объединенных Наций. Сейчас Америка немного агрессивно ведет себя по отношению к России, верно? Если оно предоставляет оружие вам. Нет. А почему? То, что они предоставляют оружие, это не агрессия, а то, что Россия предоставляет оружие, это агрессия. Потому что они поставляют оружие нам официально, в ответ на нашу просьбу, для того, чтобы мы защищались. Где же здесь агрессия? Смотри, там тоже была просьба людей выдать им оружие. Нет, никакой просьбы не было. Просьба каких людей? Гиркина? Стрелков, который полковник ФСБ попросил у ФСБ, чтобы ему оружие прислали? Или кто? Или бородавец? На Донбассе, на территории Донецкой и Луганской области, есть вообще люди, которые поддерживают именно российские взгляды. Возможно, такие люди есть и в Грузии, и в Молдове, и даже в Латвии, и Литве. Ну и что? Почему Россия не имеет права им помогать? Потому что это агрессивные действия в отношении другого государства. Опять же, почему Европа тогда имеет право помогать вам? Потому что мы просим им, и это официально, мы просим их помочь нам оружием, чтобы мы защищались. Видишь, ты не можешь разделить, что такое в одной ситуации так. Нужно делать это не агрессия, а в этой ситуации так нельзя, это агрессия. Потому что ты стоишь в своей точке, что... Нет, потому что есть правила поведения, есть резолюция Организации Объединенных Наций, которая говорит о том, что есть агрессия, что считается агрессивным поведением одного государства относительно другого. И давно уже выяснили, ну типа, что считается убийством? Если человека ударить кирпичом по голове, это будет убийство? Да, это будет убийство, потому что это вот насильственное лишение жизни, ну и так далее. Да, ты говоришь, подожди, а если не кирпичом, а палкой, например? Ну да, это тоже считается, потому что вот тут так написано. Ты отходишь от темы. И если вы поставляете оружие незаконно, неофициально, без договора, засылая при этом в группы вооруженных боевиков для того, чтобы захватывать власть на территории соседнего государства, это считается агрессивным поведением в отношении другого государства независимого. Это стандартно, ну типа, это стандарт. Вы ведете агрессивную политику и действуете агрессивно. А если нам, например, Германия помогает официально, мы говорим, помогите нам, пожалуйста, танками. Мы защищаемся. Ваши граждане. Ваши граждане вели агрессивно по отношению к вашей стране. На тот момент ваши граждане. Какие граждане? Бородай, Стрелков, кто? Гиви? Один из командиров полевых. Кто? Это ваши граждане? Так, они не являются вашими гражданами? Нет. Ну, являлись вашими гражданами. Никогда. Нет. Бородай? Главарь Донецкой Народной Республики. Гражданин Российской Федерации. Стрелков Гиргин, который сейчас в тюрьме сидит, они оба там сидят, да? Надеюсь, что им там вдвоем не скучно. Полковник Федеральной Службы Безопасности. Гражданин Российской Федерации. Гиви, скажите мне, Моторола, этот, как его, Моторола, Арсений, по-моему, да? Он Павлов. Гражданин Российской Федерации. Ну. Вы засылали гибридные вооруженные группы бандформирования, а свои же, сами же это делали государства, от имени ФСБ, при помощи ФСБ, для того, чтобы захватывать власть на территории Украины. Это и есть агрессивная политика, и это и есть агрессия. Соответственно, украинская армия защищается, и, соответственно, здесь прямое черно-белое понимание добра и зла. Добро на той стороне, кто защищается на своей территории. Зло, соответственно, это та сторона, которая нападает. Вот и все, у тебя ультраправые взгляды, и ты вот их защищаешь. Ну, то есть, ты не смотришь объективно, ты просто защищаешь. Чем же моя ультраправость? В чем ультраправость? Кто на кого напал? Россия напала на Украину или нет? Вы оккупировали полуостров Крым и часть Луганской Донецкой области, или кто-то другой? Или мы оккупировали часть Белгородской области и Сочи? Ну, подожди, тут что тут серого? Все черно-белое. Вы оккупировали полуостров, оккупировали часть территории Луганской Донецкой области, включая мой родной город Луганск. Я луганчанин. Соответственно, вы зло. Соответственно, украинская армия, которая освобождает территории, добро. Например, я с города Херсон, мои родители с города Херсон, но они полностью поддерживают Россию в этой войне. Да и насрать, какая разница, при чем здесь это? Граждане Украины почему-то некоторые поддерживают действия России. Некоторые граждане, если Российская Федерация будет оккупировать Литву, некоторые граждане в Литве, возможно, тоже будут поддерживать Россию. Скорее всего, если Россия вдруг будет оккупировать земли Германии, то в большинстве случаев люди не будут это поддерживать, но найдутся русскоязычные, русские выходцы из Советского Союза, из России, в Германии, в Берлине, которые тоже будут поддерживать русских. И о чем это говорит? Ну, наверное, ни о чем. Это говорит о том, что есть концепция, которая плевала Украина все эти годы. И из-за чего это к этому и привело. Это не может, ничего не может привести к войне, к оккупации соседним государством, части территории у другого государства, кроме его агрессивной политики. История США, как всегда и происходит. А в чем же тогда твоя адекватность? В чем же твоя адекватность заключается? Как ты сам себя, ну, ты себя оценил адекватным человеком, дал себе такую оценку. В чем заключается твоя адекватность? Я считаю, что я адекватным, потому что я смотрю на вещи, как они есть. Они вот мне так сказали по телевидению, я буду теперь это транслировать. Скорее всего, ты ошибаешься. А чей Крым, как ты думаешь? Я не могу ответить на этот вопрос. Почему? Из-за законов Российской Федерации. Да срать я хотел на законы Российской Федерации вообще. Причем без законы Российской Федерации? Ну вот, поскольку ты живешь в ней в Российской Федерации. Ну конечно, естественно. Я и на саму Российскую Федерацию срать хотел. Страна говно. Ты можешь хотеть все, что угодно, верно? Понятно. То есть смотри, какая штука. Ты ошибаешься, когда считаешь, что ты адекватный. Ну это твое мнение, ты имеешь на него право. Я могу тебе его аргументировать. На рамках моей адекватности, ты неадекватный. Не совсем. Я могу тебе аргументировать. Могу тебе аргументировать свое мнение. Давай. Смотри, это война черно-белая. Абсолютно. Здесь вообще нет никаких полутонов. Абсолютно. И близко. Здесь нет никакой политики, кроме агрессивного желания захватить часть территории и уничтожить государство. С вашей стороны. Ничего здесь нет. Вы оккупировали полуостров Крым. Вы оккупировали ваши войска. Окупировали часть Луганской, часть Донецкой области. Вы нарушили все международные договоры, которые подписывались с Украиной. Вы нарушили все взятые на себя обязательства. Все. Буквально все. Большой договор о дружбе и сотрудничестве. Договор о государственной границе. Будапештский меморандум. Вы обманули и кинули всех. Просто все полностью. Вы все нарушили. Вы подлые и вероломные. Мы не нарушали. Мы не нападали на вас никогда. Вы подлые и вероломные. Вы не смогли нам объявить даже войну. Не было с вашей стороны объявления войны. Что в принципе принято так во всем мире. Объявляйте войну. Если нападаешь на кого-то, ты говоришь, объявляем вам войну. Защищайтесь. Вы даже без чести ведете эту войну. Понимаете? Вы без честных. Вы не догадались, когда на вас напали. Что в этом смешного. Даже Гитлер объявил войну Советскому Союзу. Хотя это было вовсе не обязательно. Но даже он соблюдал эти вот... Я не могу так это прямо сказать со стороны Гитлера. Но это рыцарские правила ведения войны. Понимаешь? Я каждый раз это говорю. Когда Д'Артаньян... Помнишь Д'Артаньян в книге и в фильме там в любом? Он говорит. Защищайтесь, сударь. Зачем он это говорит? Ну почему не в спину уколоть просто шпагой насмерть и все? Ну типа так же легче. Чтобы честь соблюсти, достоинство. Ну чтобы тебе никто не говорил. Ой, ты какой-то вероломный. Фу, ты подлый какой. Ты говно, а не человек. У тебя чести нет. Понимаешь? Поэтому государства объявляют войну, когда нападают на другое государство. Именно только с этой целью. Никакой другой цели нет. Ну чтобы соблюсти. Типа мы благородные. У нас благородная цель. Я не хочу тебя слушать, потому что... Я понимаю, почему. А теперь ты мне объясни, почему я неадекватный. Попробуй мне аргументировать твою позицию. Потому что ты смотришь на эту ситуацию только со стороны официальщины. Ты не смотришь со стороны людей на эту ситуацию. То есть ты... Что? Должен понимать, что есть мнение людей, народа, о неофициальных правил, договоров и так далее. Что? Я считаю, что если страдают какие-то... Вот, видишь, ты делаешь вид, что ты не слышишь. Ты объясни мне, что это означает. Объясни. Ну то, что ты так... Объясни. Плевать ты хотел на мнение того меньшинства, которые были в Луганске и Донецке, которых что-то не устраивало. Насрать вообще на это мне. Абсолютно. Начихать. В том числе незаконный переворот власти в 2014 году, который был до того, как купировали, по твоим словам, Крым. То есть вам было насрать на мнение людей, которые были против этого переворота. Абсолютно вообще. Если ты не хочешь жить в Украине, и ты считаешь, что та часть территории, та часть территории, которой ты живешь, является территорией другого государства, то с херни ты так решил, родной. Ты берешь чемодан, идешь на вокзал и едешь в Россию, которая тебя ждет. Людям. Но ты не можешь объявить эту часть территории России. На территории Донецка и Луганска, считать его своим домом. И только потому, что люди с другой стороны страны решили сделать переворот. Они должны уехать, а не отделиться от государства. Нет. Причем как это отделиться от государства? А мой дом тогда где? А я луганчанин. Мой дом где? В Луганске, если ты луганчанин. Ну так подожди. Когда тебе говорят, что Луганск теперь это территория России, а я говорю, да с херни. Что так, ребята, вы решили? Я здесь жил, тут родился, тут родились мои родители, мои дети. Я считаю, что это военные действия лишние. Нужно было сесть, договориться. Вы не смогли. Вы из 8 лет пытались договориться. А с кем договориться? С Гиркиным? С Бородаем? С Моторолой? С кем? Были минские соглашения были, пытались, хочется как-то договориться. Конечно. С кем кто пытался договориться? Кто подписывал минские соглашения? Я не скажу точность фамилии. Россия, Украина. Зурабов и Кучма. Так о чем нам с Россией договариваться? Первый пункт минских соглашений. Какой? Прекращение стрельбы, по-моему. Ну прекращение огня. Россия его не выполняла никогда и не выполнила. Ну и все. И Украина его не выполняла. Нет. За что на Россию и накладывались санкции все эти годы. Европейским Союзом и Соединенными Штатами. С формулировкой. За невыполнение минских соглашений. Это формулировка была такая. За невыполнение минских соглашений. Что? Нечем крыть, правда? Ну потому что ты заведомую ложь говоришь. Неправда. Ты проверь эту информацию. Санкции экономические от Европейского Союза и Соединенных Штатов. А в том числе Канады, Японии. В том числе которые присоединялись к этим санкциям. Частично, не полностью. Были с четкой формулировкой в новостях. Сегодня вводится дополнительный пакет экономических санкций в отношении Российской Федерации. За невыполнение ею минских соглашений. Вот такая формулировка была. Что это означает? Это означает, что Россия не выполняла, не выполняет и не собиралась никогда выполнять любые взятые на себя обязательства, включая большой договор о дружбе и сотрудничестве, договор о государственной границе, договор о Будапештском меморандуме. Нечем крыть, правда? И убежал. И включая минские соглашения. Потому что Россия это подлое и вероломное государство. Ну вот и все. Тут никаких нет полутонов. Все черно-белое. Вот черное зло и есть белое добро. Украина защищается от нападения. Это добро в чистом виде. Защищать свою землю, защищать землю от оккупантов это добро. Нападать на соседнее государство, оккупировать часть территории это зло. Что тут? Где тут полутона? Где тут можно увидеть? Что можно увидеть здесь серого? Ничего здесь нет серого. Когда Украина победит, выгонит всех оккупантов или уничтожит их на своей территории, освободит территорию от оккупантов, добро восторжествует. Зло будет повержено. Все. Где тут полутона? С Россией надо договариваться. Как же с вами договариваться, если любой договор, который вы подписываете, любые обязательства, которые на себя берете, вы не собираетесь выполнять их. Вы заранее знаете, что вы ничего выполнять не собираетесь. Россию нужно только заставлять выполнять обязательства и все. А нечем крыть, да, потому они и бегут. Понимаю. Сложная мысль. Здравствуйте. Здравствуйте. С ума ставьте. Ужас, я сам на паузу поставил. Сейчас я сам в шоке, да. Стрим на паузу поставил. Вы откуда смотрите? Из какого города? Саратов. Ставите на свою победу, победу своей сборной или нет? Нет. Почему? Нет, я ставлю на победу сборной Украины. А когда Россия играет? Не смотрю футбол России. Не смотрите футбол России. Почему? Наверное, потому что где-то пару лет назад меня отрезвил один молодой человек, Андрей Луганский. Благодаря вам у меня открылись глаза. Что вы с этим собираетесь теперь делать? Вам же стало жить от этого хуже. Согласитесь, что не лучше. Лучше от этого вам не стало. Намного хуже. Я заболел, мне кажется, после этого. У меня проблемы со здоровьем начались. И помимо этого я еще и украинец. В неведении было легче. Намного легче. Это ужасно. Можно сказать так, что вы забили последний гвоздь в крышку гроба моей ватности. Конечно, начал это Навальный давным-давно, еще лет 6-7 назад. Потом я не помню уже кто, но вот как-то начинал смотреть такие всякие оппозиционные, оппозиционных блогеров. Потом наткнулся на книгу Виктора Суворова «Ледокол». Она многое меняет в сознании. Многое меняет. Там есть много неточностей, но тем не менее в целом, особенно про... Про назначение командующих фронтами и вообще назначение самих фронтов до начала войны начинаешь задумываться о многом. Конечно, все чуть-чуть по-другому. Учитывая то, что он брал свою информацию, когда еще интернета не было, он брал свою информацию за открытых источников. То, что сделал потом Марк Солонин, он только подтвердил теорию Суворова, но Марк Солонин, кстати, уже намного позже все это подтвердил и давал много чего интересного. Солонин, «Танковый разгром 41-го» хороша. И на самом деле я книгу не читал, «Ледокол» сам не читал, я вообще не читаю. У меня ни времени не позволяет, и у меня нервов не хватает, мне не хватает терпения читать. Я посмотрел 8 часов фильм, есть такой фильм прекрасный на Ютубе, «Последний миф» называется. Там еще Виктор Суворов молодой, у него, по-моему, «Солок» еще не развалился. И у него брали интервью российские корреспонденты, очень известные российские корреспонденты, и вот в эти 8 часов он пересказал все, что написано в книге «Ледокол», и потом я «Ледокол» начал слушать как аудиокнигу, и все равно, аж душу наизнанку выворачивает. Солонина можно почитать, и «Танковый разгром», и вот сейчас прямо из головы вылетело, что там у него было тоже там про июнь, про 41-й год. Там очень многое поясняется, и ты понимаешь, как в целом все устроено. А для того, чтобы понять, насколько ужасна война, рекомендую всем, это к вопросу о том, Андрей, что почитать, что почитать, Солонина почитайте, если вы не читали, Суворова, конечно, почитайте, а про войну есть замечательные воспоминания Николая Никулин, воспоминания о войне. Никулин не тот, который Никулин всем известный, да, актер, а он был пехотинцем, в принципе, прошел всю войну, и после войны он был в Эрмитаже, он работал искусствоведом. И вот, описывая вообще все то, что происходило непосредственно с ним, это не художественный вымысел, а все основано на реальных фактах, вот про ужасы войны, почитав эту книгу, ты понимаешь, как вообще война в целом устроена, для чего она нужна, и как сделать так, чтобы этой войны не было, начинает быть навязчивой мыслью, потому что вот это самая главная книга, на мой взгляд, на мой взгляд, это самая главная книга о войне. Воспоминания о войне называется, Никулин, воспоминания о войне. Жуть. Жуть. Поэтому то, что... Вопрос. Как вы считаете, настоящая история Второй мировой войны в современной России когда-нибудь прольет свой свет или нет? Это взаимосвязано. Наличие современной России и истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, как говорят об этом в России, они неразрывно связаны. Как только свет прольется окончательно, и все станет на свои места, и будут открыты архивы, вот тут в том числе, из-за этого, это будет немаловажно. Это будет одно из самых важных. Это вот та скрепа, на которой держится все в России. Россия и развалится. Потому что, когда люди будут понимать правду, и будут понимать, осознавать, как это все происходило в 40-х годах в реальности, вот эти три книги можно прочесть, там, да, Ледокол Суворова, можно Танковый разгром, и воспоминания о войне Никулина. Этого достаточно вот так. Вот так достаточно. И тогда сам смысл существования России в таком виде, в котором она есть сегодня, со своими скрепами, с победобесием этим, который не имеет никакого отношения к войне абсолютно, это совершенно другая религия, тогда и Россия рухнет, потому что сегодня, что Россию держит? Это победобесие. Вера в, вот, ну, это культ каких-то дедов, какой-то войны, культ. К реальности не имеешь никакого отношения. И то, что сегодня показывает Шойгу на макетах Путину новую пирамиду для фараона в виде звезд, это, да, вот эта вот звезда, это же культ, ну, он практически заканчивается, то есть вот здесь храм войны. Если посмотреть фотографии с этим красным светом на фоне красного света, красного цвета, просто какое-то жуткое какое-то, ну, в этом есть какой-то, ну, я даже не знаю, какой-то сатанизм, оккультизм, какой-то, ну, это жуть. Что-то в этом такое есть к православию, к христианству, не имеющей никакого отношения. Туда какое-то далеко. И этот храм в виде пирамиды, это вот как раз вершина. Туда, я так понимаю, фараона и похоронят. Они ему сейчас при жизни построят этот вот, где его будут потом хоронить. Это будет типа новый мавзолей. В мавзолей он не хочет, он хочет в отдельную пирамиду туда, чтобы его там положили. И вот когда это все вот рухнет, ну, в принципе, как Египет тоже не существует сегодня, так как существовал тогда, когда строили эти все пирамиды. И религия эта египетская, она, в принципе, канула в лету. Так поэтому и Россия, она неразрывно связана с историей. В современной России, в России, в современных ее границах и в ее понимании с сегодняшнего дня, как мир устроен, правду о Второй мировой войне они не узнают никогда. Не потому, что им ее не рассказывают, а потому, что они не хотят ее слышать. Россияне, власть, они не хотят, желания нет. Я сколько раз пытался, я говорю про Брест, про Брестскую крепость. Не хотят слышать. Вот так вот, я не хочу слушать. Про то, что Гудериан ее, эту Брестскую крепость у поляков, захватил, передал торжественно Советскому Союзу и потом Советский Союз торжественно защищал эту Брестскую крепость от того же Гудериана, от той же самой армии, которая ее пару лет назад захватывала, эту крепость. Никто про это слышать не хочет. Даже зная краем глаза, краем уха про какое-то что-то там, что-то там не то, никто не хочет, потому что тогда все рушится. Это рушится вера, скрепа, вот этот вот внутренний стержень, как мир устроен. Они этого не хотят, россияне не хотят, власть этого не допускает. Поэтому, блин, это плохо. Секунду, вы меня спросили, вы меня спросили, стало ли мне жить хуже? В основном стало жить хуже из-за непонимания окружающих. Из-за нежелания понимания. Труднее, конечно. Из-за нежелания слушать. Из-за нежелания потреблять новую информацию абсолютно всем плевать. Я подсадил еще на ваши видеоролики. Я начал вас смотреть примерно с того момента, как вы общались с Горбовским. Вот, наверное, с Горбовским это был первый ролик, который я посмотрел от этой подлости, от этой лжи, душу наизнанку выворачивал. И вот с тех пор маму свою подсадил, она смотрит вас постоянно. Ну, вас и, соответственно, все оппозиционные. Мы сейчас на дом ОмТВ, на Ютубе, канал, прекрасный канал. Ребята, там большой привет, они смотрят, периодически берут части каких-то моих видео в свои передачи. И большой привет, конечно. очень крутые, очень крутые, особенно те нарезки, которые они делают из нашей российской пропаганды, которые, мне кажется, даже если ватный человек посмотрит, он ужаснется. Когда просто сплошняком 15 минут идет одной пропаганда про распятого мальчика, про весь этот ужас, который они сами придумали, это кошмар. Такова реальность вещей. Поэтому с одной стороны нужно смотреть Луганского, а с другой стороны и не нужно. Станет тяжелее, жить легче, от этого не станет точно. Тут уже нет. Как говорится, ни о чем не жалею. Я не жалею, что я обо всем об этом узнал. Лучше жить как-то не спокойнее, но зато знать правду. Скажите что-нибудь зрителям. Скажите зрителям что-нибудь, да? Мне кажется, добавлю, мне кажется, когда ты знаешь, правду, тебе хоть и живется хуже, но тебе как-то немного проще ориентироваться в пространстве. Ты уже знаешь, где, с какой стороны упадет. Что сказать? Я украинец, родился в России, я разговариваю украинскую, я каждый лет ездил в Винницкую область до бабуси. Что тут сделаешь? То, что вы разговариваете по Лунице и по Лунице? Хвилинку, хвилинку. По Лунице я узнал, только когда полез в интернет. я не знал, а не, по Лунице, по Лунице я знал, что это клубника. Я не знал, чем вы разговариваете, Рушнице и полянеце. Я думал, что Рушнице, Рушник, ну, что-то схожее. Я думал, Рушнице, это типа полотенце, что-то такое. Скажи, что-нибудь украинцам я кидываюсь за растрим. Верьте в себя, у вас все получится. У вас получится все, что вы задумали намного раньше, чем у нас. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Рад.